Вы коренной воронежец, вы родились в Воронеже. Каким вам в детстве запомнился город? Можете вот о каких-то впечатлениях рассказать, самых ярких? Ну, все детство было яркое. Детство в Советском Союзе, оно все яркое. Ну, что мне больше всего нравилось в детстве, знаете, уже даже когда у меня дочь родилась, я не мог себе позволить ее выпустить одну на улицу, чтобы она там гуляла где-то и так далее. Хоть и было не так страшно, но случаи там и с детьми, проблемы и так далее, они были очень сильны и актуальны. А мы, когда росли, мы выходили утром, прекрасно встал, еще рассвет, холодный песок, я помню, бегали все босиком летом. И вот я там на Песчановке жил, у нас карта висит Песчановка. Там река Песчанка протекала раньше. Чистая, кстати, река. И когда там делали уже водохранилище, я еще помню, там чистейшая вода, там были такие отстойники рядом, там были чистейшие просто вода. Там гупяшки водились, там 5 метров глубины, и все было прозрачно. Все детство там провели. У меня было прекрасное детство, надо заняться в этом отношении. А вот когда он уже был в юности, туда вот в Агресс стал сливать все свои очистные воды и загадил всю эту экологию. Стало ужасно. Так что на себе прочувствовал, как прогресс влияет на экологию. То есть там уже не то, что ничего не водится. Раньше карасей мы там ловили просто. А иной раз даже руками. Вот я помню, на костре жарили. А сейчас там не то, что не водится. Там, по-моему, даже никакой живности не водится. Да не то, что там все уже... И даже места этого нет. Вот где были прекрасные эти озера рукотворные, там ничего вообще не осталось. Там сейчас извести, что-то там, химические какие-то препараты, шлак и так далее. Вот как раз я хотел спросить, в каком районе вы жили, и сильно ли он изменился? Ну, вы уже... Колоссально изменился. Вот с точки зрения именно экологической, изменился колоссально. Несмотря на то, что там в окружении было с одной стороны вагресс, там ИСК имени Кирова, шинный завод и очистные сооружения, но когда была вот эта река, протекала это вот, и были так называемые отстойники, их так и называли, там было просто шедеврально, интересно. Мне кажется, там город съезжался туда, там на выходных костры жгли, и так далее. Было очень здорово. Сейчас ничего, конечно, подобного нет. Но что касается улицы моей родной, там Кронштадтской, она как была, так и осталась, ничего там не изменилось. Даже асфальт не положили. И даже канализацию не провели до сих пор. Хотя надо заметить, еще при... Боюсь соврать, но, по-моему, был Ковалев мэром. Проложили канализацию, закопали, деньги освоили, канализация не работает. Почему? Насосы не поставили. И до сих пор я писал несколько писем, кстати, в мэрию, бесполезно. Сейчас мэрия будет смотреть, а не отрицать. Сказать, ну, не ответили, кстати. Да? Еще в прошлом созыве я писал. Мы можем спросить сами. Не, ну, а что? Ну, трубы проложены. Канализации нет, это что? Причем это миллионы. Миллионы, конечно. И закопали, освоили деньги, отчитались. Все хорошо, отлично. Пуговицы пришиты крепко, как Райкин говорил, крепко. А костюм почему такой кривой? А мы за костюм не отвечаем. Вот в данном случае это то же самое. Ну, это уже так, как бы отвлечение, да? А так, люди там хорошие живут.